Я буду говорить о эффекте неодевантной химиотерапии, и мне бы хотелось начать с великого художника Рембрандта. Вы все знаете это живописное полотно. Как раз это тот момент, когда в Ветхом Завете описывалась история царя Давида. Когда человек соблазняет ее, она беременна и хочет жениться на Башибе, и чтобы скрыть свои грехи, царь Давид отправляет мужа на верхнюю смерть, на поле битвы. Но это не главный сюжет, который мы сегодня будем обсуждать. Просто когда мы смотрим на эту картину, мы видим опухоль молочной железы. И сейчас мы думали бы не столько о красоте этой женщины и о том, что случилось с ее мужем, а что делать с раком молочной железы, которую мы здесь наблюдаем. И большинство из нас, наверное, послали бы ее сейчас на неодевантную химиотерапию для того, чтобы уменьшить размер этой опухоли. Это основная цель неодевантной химиотерапии, чтобы получить резиктабельность этой опухоли, деэскалировать хирургию молочной железы, деэскалировать хирургию подмышечных лимфоузлов, проводить инвиво-тестирование чувствительности определенных типов лечения, модифицировать одевантную терапию, если мы говорим о тройных отрицательных раках молочной железы, и, конечно, повысить общий уровень выживаемости. Но я буду говорить сейчас о деэскалации хирургии молочной железы и буду ссылаться на исследования, клинические испытания, которые доказывают эту идею, ее верность. Одно исследование, оно изучало тройной негативный РМЖ. Эта ассоциация изучала три или четыре, крупные были клинические испытания, 300-400 пациенток с раком молочной железы, и большинство из них, они были кандидатами на органосохраняющую хирургию до химиотерапии. И после нее мы видим, что еще 14% этих пациенток прошли через органосохраняющую хирургию. Но если посмотреть на все эти числа на слайде, если вы видите здесь, я вот вам показываю курсором, было больше кандидатов, таким образом, чем посреди с теми случаями, когда была бы обычная консервативная терапия проведена. Потому что некоторые пациентки, они все-таки выбрали мастектомию как оптимальный вариант для хирургического вмешательства в определенных случаях, также включая реконструкцию молочной железы. Еще одно клиническое испытание Ассоциации КАЛБИИ 4601 для 30 пациенток с положительным раком молочной железы, 300 пациенток принимали участие в этом исследовании. Мы видим, что около 23% пациенток, которые не были кандидатами на органосохраняющую хирургию, в конечном итоге прошли через нее. В исследовании Шерлоуп были пациенты с ХЕР-2-позитивным раком груди. Они были рандомизированы на три группы. У одной давали лозутомат, другой лопатомит, третий, и то, и другое. И лекарства, оба лекарства, и мы видим, что в этих трех разных группах одно исследование уровень мастектомии снизился значительно. Органосохраняющие в 61% группы А, 53,8% в группе В и 54,3% в группе С. В третьей группе этого исследования. Здесь мы видим очень высокие результаты органосохраняющей операции. Еще одно позитивное исследование НИЛАЛТА, ХЕР-2-позитивный рак груди. Мы видим здесь результаты, которые близки к результатам, которые мы видели в предыдущем клиническом исследовании. Также дополнительно еще 14% пациенток стали кандидатами на органосохраняющую хирургию молочной железы. После этого еще одно испытание. Двойная блокада. На ХЕР-2-позитивных пациенток 24%, на 24% больше пациенток прошли консервацию груди по сравнению с группой радиохимиотерапии. До этого проводилась оценка этой опухоли. Следующий клиническое испытание импакта. Это исследование не с химиотерапией, а с гормонотерапией для пациентов с раком. Просвета из 124 были кандидатами на мастектомию. И 3 месяца спустя, через 3 месяца гормональной терапии, 41 из них, то есть 128%, из 41 из них была произведена органосохраняющая операция. Это означало на 13% больше увеличение операций, связанных с органосохраняющими интервенциями. Здесь сравнивается несколько неодевантных клинических испытаний. И они все показывают, что в результате этих исследований, все показывают, что приемлемость таких органосохраняющих операций гораздо выше. И количество этих органосохраняющих хирургических операций, проведенных здесь, также выше. И также мы видим сдвиг к местному контролю, который также гораздо выше во всех этих клинических испытаниях. Это испытания. Что мы видим в реальной жизни? Это данные из национальной базы данных по раку. Вот это третья строчка. Это органосохраняющая хирургия на молочной железе. В США она возрастает год от года, но если мы рассчитаем процент от такой органосохраняющей хирургии, по сравнению абсолютно со всеми хирургическими вмешательствами по раку молочной железы в США, с 2008 по 2013 год почти стабильное количество. Затем, начиная с 2014, видим значительное возрастание количества органосохраняющих хирургических вмешательств на молочной железе. И также это результаты исследований, которые мы получили на протяжении последних 4-5 лет. И вот мы видим повышающий уровень, повышение количества подобных органосохраняющих операций. У нас на тот же самый период времени я проанализировала количество пациенток, которые получали неодевантную химиотерапию. Это были пациенты без Т4, то есть теоретически они могли стать кандидатками на органосохраняющую операцию молочной железы. Вот они получали неодевантную терапию на базовой линии, 172 пациентки были кандидатами на органосохраняющую хирургическое вмешательство на молочной железе. И 2020 консервативных операций мы провели, что означает на 15% повышение таких хирургических вмешательств на молочной железе, проводимых в нашем центре. Несмотря на то, что мы видим огромное возрастание количества мастектомий, в особенности тех, которые делаются с реконструкцией, во всем мире мы видим интерес, также и к билатеральной мастектомии, и был мистящий доклад, посвященный причинам, по которым билатеральная мастектомия должна проводиться. Все-таки количество органосохраняющих операций на молочной железе повышается, и моя точка зрения такая, что это очень важно, потому что собственная грудь женщины во многих случаях гораздо лучше любой реконструкции. Большое спасибо за внимание.